Лето, солнце, черное море. Казалось бы, что еще нужно для отличного отдыха? Но нет, друзья, направляюсь я вовсе не на шезлонг. Мне и еще четырем сотням моих коллег пора на лекции. Ведь это Таврида 2015. Идем получать новые знания. Итак, шесть дней с восьми утра до одиннадцати вечера. С перерывами, конечно. Вновь сели за парту блогеры, главные редакторы и корреспонденты. О чем же все это время вещали мудрые спикеры? К примеру, главный редактор информагентства ТАСС заявил, что совсем скоро новости будут писать роботы. А потому значение авторской журналистики будет расти. Вот это идеальный эскиз. Вот то, что называется идеальным эскизом. Как вы видите, в общем, называется на них 10 тысяч. А это уже лекция о том, как должна быть выстроена работа между редакцией и дизайнером. О визуальной журналистике участникам Таврида рассказали сотрудники МИА «Россия сегодня». Я руковожу интернет-изданием, и мне было очень интересно послушать лекцию по инфографике, тем более, что так мало информации по этой теме. Спасибо организаторам за уникальную возможность пообщаться с ведущими специалистами в этой области. А теперь о тех самых, пусть и небольших, но все-таки перерывах. Несмотря на то, что ласковое море так и манило, о работе будущие и настоящие акулы-пера не забывали. Важный вопрос, который сейчас всех волнует, у региональных журналистов очень большая нехватка микрофона. Как вы видите, они используют карандаши. Я думаю, что это вопрос находчивости региональных журналистов, потому что федеральный журналист бы на их месте сказал, я не буду работать, пока мне не дадут микрофон. И куда ж без спорта. Каждое утро для журналистов начиналось не с кофе, а с зарядки. И это были не просто наклоны. Подкрепились и вперед. Всех ждут большие гонки. Догнать друг друга, только уже в профессиональном плане, каждый тавридовец пытался и во время деловой игры. 10 команд по 40 участников готовили материалы на одну из предложенных тем. Воспользовавшись тем, что мы погрузились в деловую игру, в рамках нашего медиа-форума я работал именно по направлению радио. Для меня досили неизвестные вообще жанры и вообще направления. Пробовать себя в чем-то новом – это, конечно, безумно интересно. А еще теперь каждому участнику известен ответ на вопрос, что нужно, чтобы главный редактор взял вас на работу. Того журналиста молодого, который нифига не умеет писать, он все равно возьмет штат, если у него толстая записная книжка. Если он за пять минут найдет хорошего спикера, хорошего важного вооруженную персону по любой теме. Наладить контакты с нужными персонами, к примеру, из Госдумы, можно было прямо на форуме. Участникам удалось пообщаться с депутатом Ольгой Тимофеевой. Она, кстати, представляет ОНФ, одного из партнеров Таврида в этом году. И сотрудничество Народного фронта с журналистами продолжится. Наверное, до конца года мы запустим все-таки такой, как мы его называем для себя, закрытый клуб для журналистов. То есть такая будет платформа для региональных журналистов, где они смогут помимо общения друг с другом, соответственно, различных чатов, пабликов и всего остального, еще получать дополнительные плюсы от этого. То есть это образование, юридические консультации. Перед тем, как разъехаться по разным уголкам нашей огромной страны, осталось лишь загадать желание и отпустить его в небо. Все будет Таврида! Ася Касьянова, Новости дня, Республика Крым.